О строительстве жилья, обеспечении жителей чистой питьевой водой и высоких ценах на бензин. Эти вопросы руководство и депутаты Заполярного района обсудили на встрече с жителями Каратайки. Поселок стал местом проведения очередной выездной сессии. В повестке дня значилось 6 вопросов. С отчетами о результатах деятельности в 2015 году перед местным населением выступили глава Заполярного района Алексей Михеев и глава администрации района Алексей Холодов. После официальной части главы и депутаты ответили на вопросы местных жителей и посетили объекты социальной инфраструктуры. Каратайка, край рыбаков и оленеводов стал очередным местом проведения выездной сессии депутатов Заполярного района. Этой традиции уже без малого 8 лет. Прямое общение с жителями населенных пунктов – базовая составляющая работы руководства и депутатов района. Поэтому от поездки не отказались даже несмотря на финансовые трудности. С моей точки зрения, самая правильная выстроенная работа – это работа именно с населением. Вот такие встречи, несмотря на то, что даже и здесь сегодня в зале было сказано, ну вот сколько стоит ваш прилет сюда, да? Ну, можно сидеть в городе, в искателях, ничего не знать, ради экономии денег отключить телефон и сказать, ну вот я там сижу, работаю, мы экономим деньги. Ну, это не совсем, наверное, правильный подход. Надо общаться с населением по возможности, как минимум. Если есть возможность, надо эту возможность использовать. Такая форма работы с населением приносит свои плоды. Проблемы местных жителей, руководство и депутаты выслушали с глазу на глаз. В целом же проблемы Каратайки схожи с проблемами других населенных пунктов округа. Одна из них – дорогое топливо. В прошлом году правительство России включило бензин и дистопливо в число подакцизных товаров. Фактически это запретило регионам, в том числе и Ненецкому округу, субсидировать топливо для населения из отдаленных населенных пунктов, с которыми отсутствует круглогодичное наземное или водное транспортное сообщение. Из-за больших транспортных издержек сегодня предприниматели вынуждены продавать бензин по высоким ценам. Округ в лице собрания депутатов обращался в Государственную Думу, подготовили законопроект по внесению изменений в эту статью 78-ю, по-моему. Но, к сожалению, Государственная Дума, комитет не одобрил данную поправку, потому что, ну, объяснения там есть определенные, да. Но сегодня решение не принято. Поэтому на сегодня проблема в том, что при всем желании ни там ни у округа, ни у района, ни у сельсовета просто правовых возможностей нет субсидировать. То есть запретили это делать. Нельзя давать бюджетные деньги на завоз тех товаров, с которых государство же в виде налога, ну, в виде акциза собирает налог. То есть оно вроде как собирает, мы тут снова даем. Проблема дорогого топлива напрямую связана с проблемой отсутствия в поселке водозабора. Воду местные жители привозят с реки и озер на снегоходах. Это еще одна болевая точка Каратайки. Ну, с чистой водой в округе вообще идет сложно, потому что, несмотря на то, что, казалось бы, живем на воде, но вода, к сожалению, далеко не того качества, которое нужна. И более стабильного качества вода, как правило, в грунте, то есть с артезианских сважин. Поэтому и здесь тоже, как и во всех населенных пунктах, начали с этого варианта. Но поисковики, которые по конкурсу вышли на эту работу, воду в грунте не нашли. Поэтому сейчас рассматривается вопрос поставки воды с поверхностного источника. Есть здесь река Инзарей. На протяжении года, с апреля 2015 по апрель 2016, специалисты собирали пробы воды из реки Инзарей. Ее анализы будут положены в основу большого и важного проекта по строительству водозабора в Каратайке. Перспективы не самые ближайшие, но все-таки есть. По словам Олега Холодова, в планах к началу 2017 года сделать проект, когда станет известна цена его реализации, станут известны и сроки строительства водозабора. Каратайка не стала исключением и в вопросе жилья. Вот уже несколько лет в поселке стоит 12-квартирный долгострой. Сдать дом планировали еще в 2014 году. Сначала подрядчик компании Леро затянула с завозом материалов. Затем и вовсе столкнулась с еще большими трудностями. Дом канализованный, то есть с локальной канализацией, септик, но здесь болото. И погрузить емкость вот эту 50-кубовую в грунт, 50 или 25-кубовую, не меньше 25-кубовую, практически нереально летом. Сейчас фирма разрабатывает вариант, как это сделать. В случае, если подрядчик решит проблему с септиком, в ближайшее время дом удастся сдать в 2016 году. По словам главы Ющарского сельсовета Дмитрия Вылка, септик – не единственная проблема. Вопросы вызывает система отопления и протекающая в двух местах крыша. Решать эти проблемы будут со строителями. Подрядчик обещал уже в мае прислать на объект бригаду. Да, проблемы у нас жилем. Есть желающие прилететь сюда. Даже в настоящий момент балетмейстер хотел в семье прилететь. Она сама, вот у него жена учительница, он балетмейстер. Дети у нас в свое время был балетмейстер, приезжий тоже. И так дети у нас хорошо, танцами занимались все. Он вынужден был по семейству, пытается выехать, и он друга свою посылает сюда. Но с жильем проблемы. По словам Дмитрия Вылка, сегодня на очереди в Каратайке стоит 40 человек, в том числе и многодетные семьи. Квадратные метры также понадобятся специалистам здравоохранения. В Каратайской амбулатории, куда также заглянула делегация, есть вакантное место фельдшера. Сегодня за здоровьем всего населения поселка, а это не менее 600 человек, следит один врач, два фельдшера и четыре медсестры. С 1 апреля амбулатория Каратайки официально стала филиалом Центральной поликлиники Заполярного района. То есть пока мы ничего не можем сказать, единственное, что документный оборот, конечно, у нас уменьшился. То есть церковь взялась, что у нас больше сейчас ее не боится. Одно из самых добротных и ярких зданий в поселке – здание детского сада. Объект подключен к центральному отоплению, внутри тепло и уютно. При наличии свободных мест сюда принимают детей от года. Сегодня здесь 37 малышей. С 1 сентября планируется 41 ребенок, ну если все так нормально будет. Нас привозят, увозят, с города приезжает бабушка, мы тоже ходим. Бабушкины дети. Да, есть бабушкины дети. Пока в поселке есть дети, работает детский сад, школа, он будет жить и развиваться. Тем более, что планов по развитию поселения у администрации Юшарского сельсовета хватает. Помогать им в этом будет и руководство Заполярного района. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».